Еще одна тема, которую стоит обсудить. НАБУ за два года работы точно успела создать себе имя благодаря обвинениям. Согласитесь, список клиентов антикоррупционного бюро действительно впечатляет. Это и глава фискальной службы, и влиятельные депутаты, с кем только уже не работали детективы бюро. Вот только это все, еще ведь не приговоры. Хотя громких обвинений прозвучало уже десятки, таких же громких приговоров пока ни одного. В бюро объясняют это так, мол, со стороны судов просто саботаж. Например, недавняя новость. Из 68 уголовных производств НАБУ, переданных в суд, рассмотрение по 24 еще даже не началось. И если по предыдущим антикоррупционным делам такой результат, чем же закончатся новые обвинения? Наша Инна Томина провела ревизию антикоррупционного бюро. Они снова стали главными нюзмейкерами этой недели. САП и НАБУ раскрыли схему легализации янтарного бизнеса. Из-за этой схемы, под выглядом рекультивации земель на определенных делянках в Ревнинской области и в Житомирской области, планировалось фактическое добывание бурштину и его реализация через офшорную фирму. Главные подозреваемые нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. По данным следствия, они вступили в сговор и требовали взятки участных компаний за добычу янтаря. Действовали через своих помощников. Сумой в 200 тысяч долларов детективы задержали охранника Розенблата в одном из столичных ресторанов. Сам нардеп назвал ситуацию политической провокацией. Другой фигурант в деле янтарных схем Поляков тоже утверждает, что не виноват. Денег в руки не брал, а все подозрения фейк. Фейк или нет, но это дело может стоить депутатам и мандата, и свободы. САП готова просить и для Розенблата, и для Полякова 12 лет тюрьмы. Но чтобы дело дошло до суда, депутатов должны лишить иммунитета. Дело о янтарных схемах, очередной громкий скандал и одна из самых длительных операций НАБУ. Агент ГОД работал под прикрытием. Помогала расследованию и американская ФБР. Тихо под прикрытием или зрелищно со стрельбой и погоней. Операции антикоррупционных органов уже стали таким себе зрелищным боевиком. Работа антикоррупционных органов не заключается в статистике затримания. Работа антикоррупционных органов заключается в статистике выроков, которые будут щодо этих людей. И фактически выроков у нас нет до сих пор жодного. На сайте Национального антикоррупционного бюро сразу статистика. 300 дел в расследовании, 68 направлены в суд. Суммы, которые фигурируют в расследовании бюро, почти 85 миллиардов гривен. Фигуранты, чиновники разных политических мастей и рангов. Какой диагноз? Подскажите, пожалуйста. Вы доктор. Фарт миокарда. Молодые люди, дайте больному выехать. За охотой антикоррупционеров, за самой крупной рыбой, главным фискалом следила вся страна. А больнично-судебные воежи Романа Насирова в пледах уже стали мемом. А его дело напоминало фарс. Было совсем погано. Сейчас Насиров, накупленный за 100 миллионов свободе, помогает следствию ловить других, бывших налоговиков. В конце месяца у главного фискала истекает срок меры пресечения. Он поменяет, 26 червня термин запобежного захода у него выходит. И в разе, что его не будет продолжено, або там не будет проходить до сути, то фактично он может, как глава федерации ЦИДО, поехать на бультики международные, або ликовать. Подозреваемых, которые покинули Украину, немало. Газовому делу Анищенко уже год. С самого Александра Анищенко сняли неприкосновенность, но задержать не смогли. Сейчас он за рубежом. Сбежал и другой фигурант Сергей Свиченко. Одиозный судья Николай Чаус, который прятал деньги в банке, тоже за границей в Молдове. А завтра, теоретически, сможет покинуть территорию Украины еще один судья под подозрением – стрелок Алексей Буран. Детективы закончили расследование Одесского судья еще прошлым летом, а вот прокуроры свою часть не сделали. Они даже не ходят на слушание. Их частая неявка – главная претензия к ведомству. Есть много случаев, когда справа направлены, например, в суд, прокуроры не появляются в суд, появляются не вчасно, где-то делают какие-то помилки и так далее. Все хотят что-то почути про какие-то звонки с Банковой, с Грушевского, вказки, с обороны. Нема такого. Вот нема, хай бы там шоку не бракал. Нема. Процедурные ошибки и затягивание дел в судах – это повсеместная практика в рассмотрении громких расследований и хороший метод рассыпать дело. Ведь судебная реформа пока туманная перспектива. И как не требует МВФ антикоррупционный суд, депутаты не торопятся, а значит и быстрых приговоров ждать не стоит. Инна Томина, Вячеслав Фролов и Виталий Коваленко. Подробности недели – телеканал «Интер».